здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко мы продолжаем серию наших эфиров которые касаются здоровья люберчан многие специалисты здесь побывали самых разных направлений нам это важно потому что чтобы вы знали что во первых врачи есть во вторых что они работают и в третьих что не нужно куда далеко ездить медицинские услуги можно получить прямо здесь не отходя что называется далеко от своего собственного дома и сегодня в студии заведующая отделением медицинской реабилитации стационарного отделения номер три варвара олеговна баренкова здравствуйте варвара олеговна добрый день ну я сразу же хватаюсь за слово реабилитация да что это вообще такое за отделение что входит в круг ну скажем что в это отделение входит чем занимаются ваши коллеги и вы в том числе как заведующие отделение реабилитации это отделение восстановительной медицины то есть это один из этапов лечения на котором пациенты восстанавливаются и возвращаются к привычному образу жизни в него входит лечебная гимнастика тренажер тренажерные залы входит физиотерапия массаж также занятия с психологом занятия с логопедом все это в комплексе называется реабилитация но вот дело в том что насколько я помню ну так сказать сталкиваешься так периодически с проблемами здоровья да но очень многие люди и даже врачи кстати в некоторых больницах как-то право слово реабилитация забывают ну то есть вот вылечился человек вроде как и надо на массажах выходить или там бассейне поплавать или я не знаю там еще какие-то другие сделать ну процедуры но как-то этот этап иногда растворяется как вы считаете вот этот этап реабилитации вот тоже действительно можно пропустить или все-таки он должен присутствовать конечно должен обязательно должен присутствовать особенно при определенных видах заболеваниях например после инсультов после инфарктов после травм просто некоторые опять же сейчас на такой мифологизированный подход чё там их приходишь массаж это рука то все 3 10 но что они мне там сделают или лежат на условно электро форес какой-нибудь и так далее ну полежал и так далее то есть некоторые люди но не то что не верят не в курсе того насколько им это может помогать и кто-то ходит как положено за по сеансам а кто-то ну два раза сходил и плюнул на это дело но а ведь это же важная история то есть тоже работает но конечно это работает но основной принцип реабилитации это комплексное воздействие то есть если мы берем отдельно массаж отдельно физиотерапию конечно это достаточно длительный период когда человек будет восстанавливаться если мы проводим это комплексно процедуры то тогда эффект будет намного быстрее и все зависит от степени нарушения есть же люди которые выписываются из больницы не имеют нарушений и может им действительно подойдет просто занятие в бассейне фитнес-клубе то здоровый отдых просто прогулка велосипед может быть даже но скорее правильный образ жизни да да зошь это все-таки больше это головами больше к питанию здорово жизни а тут ну да просто сходить фитнес сходить на гимнастику а мы в стационарном этапе занимаемся все-таки более тяжелыми пациентами которые требуются восстановления навыков ходьбы восстановления функции рук то есть после пореза это вообще возможно насколько вот ну возьмем самый простой случай да к сожалению сейчас инсульт он и помолодел и разные там новые разные варианты могут быть но многие я так понимаю сталкивались и по родным по близким насколько улучшается состояние пациента вот при правильном подборе вот этой схемы восстановления что на выходе получают человек начинает как-то лучше передвигаться руки как-то по-другому работают но тут все зависит от и организма мы же все индивидуальные если все идет хорошо рожение если все идет хорошо то много достаточно пациентов кто к нам поступил в состоянии не вставая с кровати то есть лежачие и часть из них ушли сами часть из них могли пересесть на кресло каталку уйти то есть они могли передвигаться на ненадлительное расстояние но при этом поступили они не только могли садиться в кровати это с помощью чей-то поэтому конечно функции организма они никому не известны на самом деле резервы организма тоже неизвестно кто-то восстановится полностью да кто-то частично вас вы говорите полностью вот бывал такой вариант что вы говорите дать чек сам уходит то есть да она это лежачим состоянии уходит сам то есть получается что это и организм и его подход все-таки ваше отделение но когда ты идешь например на операцию готовишься до психологически неважно ты идешь на что-то такое не неприятное для тебя а здесь уже как бы все закончилось и идешь на этап реабилитации и если ты веришь что что тебе это поможет это схема которую врачи правильно подберут то тогда человек действительно может приехать в лежачем состоянии к вам уйти ногами собственными конечно может и уже были не один такой пациент был за наш короткий период работы таких пациентов было уже пятеро я так понимаю что раньше слово реабилитация как-то так не особо воспринималась да сейчас этому большое внимание уделяется целое вот стационарное отделение но сейчас давно уже началась программа москов московская областная реабилитация когда в стационарах стали открывать отделение реабилитации раньше это были отдельные отделения отделения лфк отделения терапии сейчас это все стали везде были кстати конечно не везде для этого нужно помещение для этого нужен персонал то есть это не достаточно сложно открыть отделение потому что нужен зал нужны кабинеты физиотерапии нужно специально нужно специальные тренажеры нужно специальное напряжение в сети то есть нельзя просто взять и открыть отделение ну нигде Ну вот и я так понимаю, что сейчас этому больше стало уделяться внимание, и появление этих отделений помогает быстрее человеку адаптироваться, потому что он может вылечиться, выйти после операции вот в таком состоянии, и будет думать, что ну вот да, будет полегче, но буду лежать, иногда вставать. А вы помогаете ему преодолеть ещё один этап, и он начинает ходить. Ну это один из важных этапов лечения, то есть у нас есть основной этап, на котором спасают жизнь пациента, и есть следующий этап, на котором помогает пациенту либо адаптироваться к тем нарушениям, которые он получил, либо устранить эти нарушения. Тут уже всё зависит от того, какие у организма резервы от возраста, от физического состояния организма. Хорошо. Давайте поговорим немножечко о том, что способов-то много. Вот если зайти в интернет сегодня, то предлагают, опять же, интернет я сейчас воспринимаю, знаете, как человек, который что-то болит, он начинает искать, что там у него болит. И там он может прочесть столько, что страха не оберёшься. Но с точки зрения условного некого восстановительного процесса, конечно, всевозможные гимнастики, всевозможные, вплоть до йоги или какие-нибудь, ну скажем так, малолекарственная история, когда в основном упражнения, да, какие-то специальные физические упражнения, опять же, тот же бассейн и так далее. Вот эта схема, откуда она берётся, где эти методики существуют, или их приносят с собой сами врачи? Методики конкретно какие? Конкретно гимнастика? Ну вот методики реабилитации, да, конкретных направлений. Они прописаны как-то в медицинском неком законодательстве или как? Ну, естественно, у нас есть протоколы, основные по которым мы назначаем. Но если брать отдельно, например, комплекс гимнастики, то их индивидуальный комплекс составляет инструктор-методист. Под контролем врача ЛФК он составляет комплекс индивидуально для пациента, для его проблем. Есть групповые методики лечебной гимнастики, также составляются методистом. То есть группы в отделении, соответственно, собираются по патологии, и под эту группу составляется комплекс гимнастики. Где-то могут быть похожие упражнения, где-то различные, но конкретно вот комплекса единого, его нет. Ну, то есть мы можем констатировать, что всё-таки для России и вот для преемника как бы советской медицины, о которой и много хорошего, и много плохого мы знаем, мы понимаем, что система пост, ну, скажем, реабилитационного такого плана, она находится на пути развития. То есть пока эти практики внедряются, мы понимаем, что постепенно будет больше. Потому что я вот как-то сталкивался в одном там учреждении, мы что-то там снимали когда-то, и мне показали такой огромный светлый зал, практически гимнастический зал, с какими-то совершенно разными, ну, незнакомыми для меня приборами, да, или, как сказать, тренажёрами. Да, потом выясняется, что вот этот тренажёр для того, а это, например, вес ваш по мере, сколько у вас мяса, а сколько у вас сало. А вот здесь вы не просто лежите на каком-то матрасе, а вот какие-то определённые движения делаете. Ну, плюс там пульс и всё остальное. То есть это, на мой взгляд, такая очень важная история, опять же, о которой многие не в курсе. Не в курсе, потому что и приходят они, мне кажется, иногда к вам, не особо веря в то, что вот эти операции, эти, ну, не знаю, там, то ли дыхание, то ли ещё что-то поможет. Вот вы говорите всё время, это, мне кажется, очень важно, от человека мы отталкиваемся, от человеческого организма. Правильно я понимаю, что он может очень интересный, феноменальный проявить, вот если правильно выработать, найти эти точки какие-то, на которые ты воздействуешь, мы можем человека просто очень серьёзно на ноги поднять. Конечно. И для этого не нужна серьёзная хирургическая операция. Вот что важно. Ну, операция не всегда нужна, хирургическая операция нужна при определённых патологиях. Конечно, можем поднять, если грамотно подходить к процессу реабилитации, можем поднять пациента, который не встаёт. Ну, всё зависит от того, какие нарушения. Ну, вот существуют там восточные практики, европейские какие-то практики. Тот же массаж, такой, сякой, эдакий. Кто-то говорит, что надо чуть ли не ломать через плечо. Кто-то говорит, не нужно этого делать. Скажем, точки шацу какие-нибудь там, где-то ищут люди на ладошках и так далее. Это же тоже всё поиск каких-то тех моментов, которые именно с человеческим организмом связаны. Ну, это поиск моментов воздействия на организм, на нервную систему периферическую мы воздействуем. Соответственно, каждая точка отвечает за работу какого-либо органа, за работу какой-либо мышцы. Естественно, это всё связано. Но, опять же, рефлексотерапия, восточные методики – это всё комплекс. То есть невозможно вылечиться одной рефлексотерапией, например, или одной физиотерапией. Потому что реабилитация всегда в Европе, в Америке – это комплексная система. То есть нет такого, что мы делаем одну процедуру, и всё, и дальше пациент просто у нас спит. У нас занятия с пациентом проводятся где-то с 9 утра и до 11. У нас начинается с массажа, потом они занимаются гимнастикой, потом им делают физиотерапию, потом идёт обеденный перерыв, какой-то отдых, после чего мы занимаемся с ними на тренажёрах. Причём тренажёры у нас совершенно разные. Есть пациенты, которые уже ходят, они занимаются, например, на велодорожке, на беговой дорожке. Есть пациенты, которых надо ставить. У нас есть тренажёр «Баланс», «Терра Баланс». У пациента нет полноценной опоры на ноги, его ноги фиксируются, то есть даётся частичная опора на ноги. Есть тренажёр «Пабло», который отвечает за развитие координации. То есть он в игровой форме, пациент, он разрабатывает мелкую моторику, тренируется координация движений. Опять же, каждому пациенту инструктор просто подбирает, то есть врач назначает занятия, инструктор, соответственно, идёт и с ним занимается на этом тренажёре. Либо мы его привозим на этот тренажёр, либо он сам до него доходит. Ну и сейчас мы приближаемся уже ко второй части нашего разговора, где хотелось бы поговорить о коллективе, но прежде о том, сам пациент чаще идёт на контакт, потому что, ну, если человек, что называется, в уме и в памяти, но, к сожалению, да, вот у него нарушена функция движения, то есть вот он хочет двигаться, да, а это же работа, да, тебя врач тебе прописал, и он как бы, ну, заставляет тебя делать, а ты, тебе хочется, но с другой стороны, ну, люди же разные есть, да. Вот тут же ещё психологический момент как-то пациенту помочь, чтобы он перешёл вот эту грань и попробовал, чтобы он сам понял, что есть шанс, ну, разработать себя же, свой организм. Многие же сдаются, согласитесь? Ну, сдаются, я бы не сказала, отчаявшиеся. Ленивые немножко. Ну, ленивые, да, скорее пациенты ленивые, то есть их надо именно им объяснить, что мы действительно готовы им помочь, но если они не захотят, то это очень сложно. Ну, конечно, это очень сложно, но у нас для этого в отделении работает психолог, то есть у нас с каждым пациентом при поступлении общается психолог. Для начала это диагностика состояния пациента, после чего уже определяет психолог, с кем нужны занятия, с кем можно оставить человека в покое, он сам стремится. Но на практике, кто самостоятельно стремится, они действительно добиваются хороших результатов. А эти люди, они, пообщавшись с психологом, потом идут к врачу, да, врач назначает всю эту схему, и он по этой схеме существует. Эта схема меняется? Ну, на сколько там? На 7 дней назначают? Сколько человек в отделении должен быть? Или это в зависимости от тех нарушений, с которыми он пришел? В зависимости от нарушений, но курс не менее 10 дней. От 10 до 21 дня. То есть если это тяжелый пациент, который, соответственно, не встает, то это 21 день. Понятно. И курс, конечно, меняется. То есть мы... Вот давайте сейчас мы о курсе поговорим, о второй части. Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас в студии заедущее деление медицинской реабилитации, стационарного отделения номер 3, о которой, правда, мы не все очень хорошо знаем, Варвара Олеговна Баренкова. И мы продолжим об этих курсах, сейчас тоже поговорим о схемах и о персонале. Дождитесь. Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас в гостях заведующая отделением медицинской реабилитации, стационарного отделения номер 3, Варвара Олеговна Баренкова. Вот вы говорите о курсах, что это такое вообще, как это все выстраивается. Вот сама система. Ну, ведь еще есть такое. Человеку вроде как надо там, не знаю, ходить, а по каким-то другим показателям, ну, когда что-то мы должны исключить, при этом как-то нам надо воздействовать на этот орган. Вот как выстраивается схема? Вы говорите индивидуально. Сколько врачей смотрит? Один врач смотрит или несколько? Или плюс он приходит, наверное, с какой-то картой, какое у него заболевание было, от чего мы его реабилитируем? Ну, пациенты приходят либо с направлением, вот у лечащего врача, чаще это невролог или травматолог из поликлиники, либо они непосредственно на второй этап реабилитации переводятся к нам сразу из стационара, что наиболее оптимально, потому что это два месяца после, например, инсульта, это самый оптимальный период для того, чтобы восстановить пациента. Пока у нас еще очень много возможностей. Осматриваю при поступлении, соответственно, я вместе с врачом ЛФК или врач-физиотерапевт осматривает. Но у нас в основном, я врач ФРМ, поэтому в принципе... ФРМ это? ФРМ это физическая реабилитационная медицина, то есть у меня включено и физиотерапия, и ЛФК, я назначать могу идти и идти процедуру с удостоверениями. Это очень удобно, универсальная версия. Соответственно, я пишу назначение, смотрю в выписке, какие есть, опрашиваю, хронические заболевания, какие препараты, ну, то есть сбор стандартного анамнеза у пациента. Делаем назначение пациенту. Если пациенты поступили до 11-12 утра к нам в отделение, то мы им начинаем делать процедуру, в принципе, в тот же день. Чтобы не терять время. Конечно. Но если пациенты поступили после трех, то, соответственно, уже процедуры назначаются на следующий день, начинаются. И в день выписки они также проводятся. То есть курс у нас минимум 10 процедур. 10 процедур. Ну, да, это логично. Как будто 10 таблеток пьют 10 дней, там, часто, да. Хорошо, такой вопрос. Там же у вас кабинеты есть. Насколько я помню, ну, в разных больницах. Там же как по записи, или в очереди они должны постоять, или говорят, что вы должны в первой половине дня пройти эту процедуру. Какова схема вот именно этой работы? Ну, схема, если пациент у нас лежачий, то, соответственно, к нему в палату приходят. И массажист, и медсестра по физиотерапии, и инструктор. Про списание просто приходят. Да, они приходят. Это, наверное, даже лучше, потому что они-то знают, когда надо прийти. А если пациент ходячий? Если пациент ходячий, то ему назначается время, то есть ему инструктор говорит время, в которое он за ним придёт для того, чтобы пойти с ним заниматься в зал. А придёт всё-таки инструктор? Конечно, мы всё-таки стараемся, чтобы пациенты у нас одни. Они даже если ходят, они ходят не так уверенно, как бы этого хотелось. Поэтому сопроводить пациенты гораздо надёжней, но и приятнее пациенту, когда его собирают, приглашают. Ну и потом, опять же, вы знаете, вот сейчас этот пациент, потом этот, потом этот. Ну, обычно тут инструктора сами по пациентам составляют себе график, в какое время они какого пациента возьмут, и, соответственно, ему это говорят. Потому что они смотрят на состояние, на свои физические силы, с кем больше уходит сил, с кем меньше, соответственно, они уже составляют график, по которому берут пациента. Хорошо. Физиопроцедуры, наши любимые с детства ещё эти все кабинеты, всякие, то на руки, то на ноги, что-нибудь, какие-нибудь, что-то тёпленькое, что-нибудь такое, нос прогреть или так далее. Вот насколько это оборудование сегодня соответствует современным меркам? Есть, наверное, какие-то вещи, которые до сих пор как бы работают, я имею в виду, они могут быть новыми, но как бы со старыми принципами. Или, может быть, что-то новенькое появилось, какие-то новые физио-возможности? Ну, оборудование каждый год появляется. Появляется, да? Новое, конечно, у которого меньше противопоказаний, больше глубина воздействия, больше сила воздействия. Но если комплексно брать, то оборудование особо не менялось. То есть это также лазеротерапия, это также электромиостимуляция, это также электрофорез. Просто сама частота аппаратов, само воздействие аппаратов, конечно, оно усовершенствуется, да, меняется, вид аппаратов меняется, удобство использования меняется. Ну, как, в принципе, наверное, и в технике, да, кнопочные телефоны, смартфоны, они же поменяются. Но это по-прежнему работает. То есть лазер и вот электрофорез, это всё работающие методики. Конечно, как ударно-волновая терапия. Всё работающие методики. Хорошо. ЛФК – это же особо, это не просто физкультура, мы тоже понимаем. И вот тут возникает вопрос о ваших медицинских коллегах, о тех людях, которые работают, потому что обязательно должно сложиться мнение у наших телезрителей, что это такая работа довольно сложная. Во-первых, психологически сложная, что, ну, как мы выяснили, человек в таком ещё состоянии, что его нужно подготовить морально к этой реабилитации и так далее, показывать какие-то упражнения, он может быть ленивым, может быть, не хочет делать, или по состоянию здоровья. Где вы берёте персонал и на ЛФК, и на физиопроцедуры, кто эти люди? Словом, массаж, да, Господи, открыл массаж на себе кабинет, да и зарабатывает деньги, зачем идти куда-то? Кто, где вы берёте этих людей? Дефицит кадров существует у вас? В медицине всегда существует дефицит хороших кадров. Хороших, да. А у нас работают два инструктора-методиста ЛФК, то есть это персонал с высшим медицинским образованием, которые могут составлять именно программы ЛФК, гимнастику, подбирать упражнения. У нас работает медсестра по физиотерапии, то есть есть персонал с медицинским образованием. Всё как положено. Конечно. Ну, я понимаю, а вот тренер ЛФК, ну не тренер, а как сказать, это врач получается? Нет, инструктор-методист. А что это такое? То есть он так и есть. Это персонал с медицинским образованием, плюс высшее образование по физической реабилитационной медицине, адаптивной физической культуре. Понятно, хорошо. Ну и завершая наш разговор, постепенно двигаемся к финалу. Люди уходят, люди получают какой-то от вас заряд, и многие, мне кажется, понимают, что неплохо было бы через какое-то время, то ли в вашем отделении, то ли в подобном, пройти ещё курс. То есть мы же понимаем, что те же физиопроцедуры или те же упражнения, но даже если полностью 10 дней, или попроситься у вас ещё на пару дней, уж не знаю, возможно, этого всё равно маловато. Через какое-то время можно что-то повторять. Вот есть такая опция? Либо это человек уже как-то по-другому должен идти через поликлинику и записываться уже там на какие-то процедуры и так далее? Ну, тут всё зависит. Если пациент сам может приходить амбулаторно на процедуры, то, естественно, его уже направляют в поликлиническое отделение, где он просто ходит и получает данные процедуры. Если пациент встал на ноги, но перемещается только, например, в пределах комнаты, в пределах квартиры, то, соответственно, через некоторое время, там месяц-два, он может взять повторное направление от врача и повторно госпитализироваться для продолжения реабилитации. Но перерыв нужен в любом случае, потому что такое сильное воздействие без перерыва оно тоже не является хорошим для организма. Ну, это как массаж нельзя каждый день делать, правильно? Конечно. То есть должно быть. Это можно делать каждый день медицинский, но только разы с курсом. Почему? Мы же делаем каждый день в отделении. То есть мы делаем стабильно определенное количество процедур, которые назначает врач ежедневно. Потому что пациент сейчас именно в стадии восстановления находится. Но перерыв, курс лечебных процедур идет, например, 12 процедур, 15 процедур. После чего в любом случае мы в течение месяца делаем перерыв. Окей. Ну что, я думаю, что Варвара Олеговна Баренкова заверила нас в том, что даже когда случаются с людьми неприятности, ни в коем случае не нужно опускать руки. И даже можно, попав в отделение, вот в таком непрезентабельном, скажем, состоянии, когда другие врачи как бы сделали все возможно, как вы говорите, да, первое время после инсульта, очень важное, да, для... И вот ни в коем случае не нужно от этого отказываться, постараться выполнять эти программы. И очень велик шанс того, что, как у нас говорят, образ жизни, ну, если полностью не восстановится, то, по крайней мере, будет приближен к такому обычному, традиционному. Спасибо вам большое, всем тем людям, которые с вами работают, потому что прекрасно понимаем, что сложное медицинское направление. Заведущее отделение медицинской реабилитации стационарного отделения номер 3 Варвара Олеговна Баренкова была в нашей программе, а программа – это был «Открытый диалог». Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok